Фраза «сломать интернет» трудно воспринимать всерьёз. Что Джен делает с интернетом? А если она его уронит? Не уроню, я буду осторожна. На Западе она вообще стала шуткой. Так говорят про массовое обсуждение в сети внезапного события или чьей-нибудь выходки. А ещё это подзаголовок популярного мультфильма. Если серьёзно, то интернет — это не забава. Вещь новая, не исследованная, а значит, пока обходим стороной. И хотя влиятельный британский профессор Тимоти Мортон называет интернет «гиперобъектом», чей настоящий масштаб и структуру человек в принципе не способен даже осмыслить, тем не менее физически его реально сломать. Ведь это всего лишь навсего кабели, обменные узлы, центры обработки данных, серверы, домашние ПК, в конце концов. Не что-то эфемерное, а вполне себе осязаемое. Другой вопрос, зачем всё это ломать, но нас сейчас больше интересует чисто теоретически как. И да, мы ни к чему не призываем, если что. Он нам и нахуй не нужен, интернет ваш! Один из самых эффективных способов уничтожения интернета — это, как ни крути, ядерный взрыв. Казалось бы, очевидно, не только интернета, но и вообще всего живого вместе с ним, наверное. Но суть в том, что такой взрыв можно произвести на большой высоте, даже в космосе, особо никого не затрагивая. Но вот дальше, если верить теории физика Артура Холли Комптона, гамма-излучение извлечёт свободные электроны в атмосфере, те провзаимодействуют с магнитным полем и образуют сильнейшие токи, которые выведут из строя всю электронику на своём пути. Примерно то же самое происходит при солнечных вспышках. Так, мощная магнитная буря 89-го года привела к масштабным поломкам дорогостоящих трансформаторов в Канаде. История, кстати, могла повториться в 2012-м, но, к счастью, тогда поток ионизированного вещества с землёй разминулся. В любом случае, на чёрный день стоит сделать бэкапы на болванках. Им токи не страшны. Из более практичных сценариев цифрового апокалипсиса — это атаки на точки обмена трафиком и так называемые сети доставки контента. Неприметные здания-коробки, разбросанные по всей планете, обычно даже без окон и опознавательных знаков. Одно из таких зловещих строений на улице Томас в Нью-Йорке, как выяснилось, используется агентством нацбезопасности, чью массовую слежку за населением в своё время рассекретил Эдвард Сноуден. По НБ и ФБР напрямую получают данные о пользователях серверов ведущих интернет-компаний, в том числе Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, Америка Онлайн, Skype, YouTube и Apple. Однако охраняется такой узел не хуже военных объектов. У специалистов Google есть даже особые сценарии защиты своих дата-центров на случай вторжения пришельцев и нашествия зомби. Впрочем, в случае форс-мажора данные моментально перенаправляются на соседние объекты. Так что это как уничтожать дороги. Только все и сразу, иначе всегда найдётся маршрут объезда. Именно поэтому никто не замечает повреждения многочисленных кабелей, которые связывают страны и континенты. Некоторые из них можно легко обнаружить на пляжах крупных городов. Согласно открытым отчётам, инженеры на специальных суднах ежедневно восстанавливают около 200 разрывов. Иногда, правда, оптоволокно повреждается ощутимо. Так, в 2011 году рядом с Тбилиси пожилая женщина в поисках заряжей меди перебила лопатой кабель, который обслуживал не только часть Грузии и Азербайджана, но и всю Армению. Тогда соединение возобновилось лишь спустя несколько часов. Так что, пожалуй, единственный элемент инфраструктуры, который может стать реальной мишенью злоумышленников, это корневые DNS-серверы. Их всего чуть более десятка, и для каждого предусмотрены специальные зеркала. Их исчезновение приведёт к тому, что пользователям придётся вручную вбивать в адресную строку IP каждого конкретного ресурса. На всякий случай запомните, у ленты.ру он вот такой. И хотя это усложнит обращение сетью и замедлит интернет, всё-таки далеко не разрушит его. Но если идея не даёт покоя, можно ограничиться локальными помехами. Специально купил, блокирует ультравысокие частоты. Портативные самодельные глушилки наподобие Wave Bubble, которые легко маскируются под пачку сигарет, можно отстроить таким образом, чтобы заблокировать все частоты, на которых работают потребительские гаджеты. До 6 ГГц — это и мобильная связь, и Wi-Fi, и GPS, GLONASS, рации и даже спутниковые телефоны вроде Иридиума. Конечно, пачки сигарет едва ли хватит больше, чем на радиус в 5 метров, но всё зависит от мощности антенн и их количества. На том же Ютьюбе хватает инструкций по сборке моделей для самых разных задач. Ну а пока вы ещё не сломали себе интернет, можете отвесить лайк этому видео. И если обойдётся без катаклизмов, наш канал обязательно вас ещё порадует. Так что смело подписывайтесь. Субтитры делал DimaTorzok